Это не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Итак, ходатайство, тема, которую мы разбираем. Человек после падения начал осознавать, что нужен кто-то, кто бы помог ему снова восстановиться в Господе. Представьте себе картину, когда человек каждый день мог проводить время с Господом, гулять с Ним в саду, а потом после падения это все исчезло и больше нет этого общения. Человек был поселен на землю для того, чтобы представлять Бога на этой земле, а теперь самому человеку нужен кто-то, кто бы его представил перед Святым Богом. Давайте на секундочку обратим внимание на определение слова «ходатайство» или сам процесс ходатайства. «Ходатайство» — вот часть одна из английского слова означает «идти между». Или пройти сквозь двух частей. Как будто это две, но абсолютно разные части, между которыми что-то или кто-то проходит. И ходатайство — это само действие, это то, что ты делаешь, это процесс твоего вопрошания и ходатайствования перед Богом. И ходатайство с Иисусом — это не просто молитва. Это то, что Он делал. Он не просто молился, а Он делал, совершал ходатайство, ходя как бы между нами и Богом. Это не было просто молитва, произнесенное, это было действие совершенное. Я использую часто для размышления, медитации, ходатайства такую вся третью главу Исаии, которая описывает, которое описывает сам процесс или само ходатайство. Она описывает, что совершил Ешуа, именно сам процесс ходатайства. Что Он понес на Себе все наказания. И в еврейских писаниях в Талмуде записано. Помните, когда кто-то из раввинов, типа, пришел к пещере... И он задавал вопрос, где он, где он? И был вопрос, что он делает? И Илья ответил, почему бы не пойти, не спросить тебя? И он тогда начал спрашивать, так где же я его найти могу? И ему ответ был дан, что он у ворот города. С бедными, с ранеными, с немощными людьми. Если вы посмотрите на 53 главу Исаии, вы увидите вот описание этих ран Христа. И написано, что вот все его раны, все то, как избили его, тело, это все покрыло и принесло исцеление нашим ранам. We quote this scripture. By the stripes Jesus bore, we were healed. Помните, что мы все молимся, да? Ранами Его мы исцелились. Let me say it another way. By His wounds, the wounds that He got. Позвольте мне это сказать другим образом. Посредством Его ран, His wounds, heal our wounds. Исцеляют наши раны. Он предстал пред Богом, принес свои раны туда, и посредством Его ран наши получают исцеление. Когда Он стоит между Богом и нами, the scripture clearly says in chapter 52, it says he was marred more than any man. Marred? Marred. He was like disfigured. 52 глава говорит, что Он пострадал больше всех. Where you couldn't recognize Him as a man. Что в принципе, вы тогда и не распознали бы Его, не различили Его личность. Что Он настолько был избитым и настолько неузнаваем уже был. So much sorrow and so much grief on Him. И столько горя, боли и печали Он нес на себе за всех нас. It doesn't matter. It doesn't matter. You can continue. Okay. Afflicted and wounded. Он был ранен и избит. And this is something He did, not something that He prayed. И вот это ходатайство, когда Он принес все свои раны, это действие, это не Его молитва за нас. Him going between us and God is called intercession. Now, as partakers of Him, as we partake of Him, of Christ, partakers, as we go in our ministry as a priest, когда мы соединяемся с Ним и начинаем служить как священники с Ним, or when we partake, we partake the Lord's Supper, we partake who we participate in. Когда мы принимаем участие в том же хлебопреломлении или вообще в любом служении с Богом. And as we participate in the ministry of Jesus, когда мы начинаем быть частью служения Христа, it will be a prayer with us. Для нас это будет как часть молитвенной жизни, молитвы. It was not with Him, but it will be with us. Это не было с Ним так, но это будет с нами. And it's important to know this, it's very, very important. И это важно понимать эту разницу, that our prayers are rooted in what He did. They're very foundational in what He did. основаны и укоренены на том, что Он совершил на Его действиях и поступках. So when we pray, when we lift up a situation, когда мы молимся, когда мы возносим к Нему какие-то обстоятельства или ситуацию, we're standing on a strong foundation. мы стоим с вами на сильном основании. We're not wavering, you know. Мы не шатаемся. I don't know if the Lord wants to do this. Oh, я не уверен, хочет ли Господь это сделать. Oh, я не знаю, хочет ли Он исцелить Его. You know that He wants to heal them. Вы стоите на том, что вы знаете, что Он хочет исцелить. I grew up in a denomination, where they weren't sure, you know, whether it was the will of God. Я вырос в такой динаминации с детства, где они не были уверены, ну, есть ли на исцеление Божья воля или нет. In that particular domination, they suffer a lot. И в этой динаминации, к сожалению, верующие люди страдают сильно. But as I came into fullness and understanding the Lord, но когда я пришел в полноту понимания Бога, it's very clear, для меня стало очень ясным и понятным. You know, the man said to him, Lord, will you heal me? Помните, как человек сказал, Господь, исцелишь ли ты меня? And the Lord said, I will. И Иисус ответил, конечно, исцелю. And everybody they brought to Him, He healed them. И всех, кого они приносили ко Христу, он исцелял. То есть мы знаем, что это Его воля. He stood before God and the wrath that was to come to us so that we could be healed. И Он стоит пред Богом, ходатайство за нас, чтобы мы могли получить наше исцеление. Hallelujah. Hallelujah. So we release that in our intercession. We release the work that's already been done. We высвобождаем с вами ту работу, которую Он уже совершил 2000 лет назад. So we're not trying to generate it. We're not trying to make it happen. Мы не пытаемся ее сотворить или создать что-то новое, выработать. Мы провозглашаем то, что уже было совершено. Когда вы попадаете в больницу и сталкиваетесь с докторами, они должны делать операции какие-то. You really realize afterwards, okay, they cut on me, they did this. В конце концов, вы понимаете, вот они, вот разрежут тут, делают вот это, и что будет какие-то процессы, будет какая-то боль происходить с вами. But I can tell you, the Lord, when He heals you, sometimes He may even have to tell you, He healed you. So you can look and see. That's how smooth He is. That's how... Иногда это происходит таким невероятным образом, что вы можете просто удивляться, насколько это мягко и тонко происходит в наших жизни. When He healed my shoulder, I mean, it was four inches torn down, you know, and when He healed it, He had to say, raise your arm. Мое плечо было очень сильно оторвано, рука высела на сухожилие. И когда ее зашили, Бог сказал, подними руку. And I said, I can't. И я говорю, я же не могу. And He said, no, I healed you. И Бог говорит, ну я же тебя исцелил. You know, I'm arguing with Him. И я спорил с Богом. You can't raise my arm. Я говорю, я не могу руку поднять. It's torn. No, I healed you. А Он говорит, я исцелил уже тебя. I mean, think about the man, when Jesus walked in, and He's there with the withered arm, you know. Помните, человек, который был сухой рукой, и Иисус сказал этому человеку, the arm was withered. He said, I hear you. Stretch your arm. Stretch your arm out. Lift your arm. И говорит, я исцелю тебя. Протяни, подними свою руку. It's a acting of faith. Yeah, it's acting of faith, but it's also God He paid this price. He did this. He finished it. Да, от нас это как бы является действием веры, поверить в Бога, но Бог заплатил за это. Он искупил это. Он совершил это на кресте. И Его раны они исцеляют ваши раны. Аллилуйя. Amen. He's touched when we're touched. He's touched by the feeling of our infirmity, the firmity that we have. Jesus is touched. Иисус, Его касается все наше несовершенство, наши боли, которые мы испытываем. Он это испытывает. Он это перенес, понес на себе. И в ходатайстве мы с вами высвобождаем то, что уже было совершено им. С моего последнего приезда к вам я снова посетил врача. Я потерялся уже в годах. Пять лет назад, наверное, я был в больнице, когда мое сердце мне сказали, что оно больше не выдержит. Они проделали много тестов со мной. И они ультразвук делали, сердце. И они говорят, что твое сердце, оно истощилось полностью. Тебе дается три месяца. И мне сказали, приведи свои дела в порядок, дом в порядок, и готовься к похоронам. Мы поместим в водитель ритма. Если твое сердце остановится, этот аппарат попытается запустить твое сердце снова. И вот это три доктора стоят вокруг моей кровати и говорят это мне. И они ушли. И я подумал, Ладно, я знал, что они придут с каким-то результатом, но каков будет результат ихний? И вот он их результат. Тебе три месяца жизни. Через три месяца ты умрешь. Но Исайя 53 says Who hath believed our report? The report. Which verse I want to correct? Verse one. Исайя 53 глава, первый стих нам говорит, кто поверил слышенному от нас? So, I had man's report, now I had to get God's report. То есть я получил человеческий отчет, а теперь я хотел получить Божий отчет. И эти доктора просто покинули мою комнату, палату. И тут приходит ко мне навестить моя духовная мать и ее муж. И он сказал мне, он говорит, я не знаю, что сказали врачи. They weren't in there for the conversation. He said, but you shall live. Но он говорит, я не слышал ихнего диалога, но ты будешь жить, ты не умрешь. You shall live to declare the word of the Lord. И я сказал, аминь. Итак, у меня два отчета. Человеческий отчет от докторов и Божий. И на следующий день я выписался с больнички, подписал все бумаги. Я подписал бумаги, что беру всю ответственность на себя и ухожу. А дышать я не мог. Вдох делали. Глубокий. И сделать глубокий вдох было тяжело, потому что сердце не справлялось. И когда я шел по направлению к моему штуру, я заметил, что чем дальше я отодвигаюсь от больницы, тем сильнее я становлюсь. Аминь. И это было вот пять лет назад. Пять или шесть лет назад. И с того времени. И в этом году я решил их снова посетить. И они сделали те же тесты. Я же хотел получить снова их отчет. и куча докторов снова в комнате. Я спросил, ну и так, каков же ответ? ответ. И доктор сказал, отчет, типа, больше шестидесяти. Я говорю, что это значит? И он сказал, нормально функционирующее сердце соответствует цифре пятьдесят. Твое шестьдесят. Твое сердце, оно больше, и мышца накачана сильнее, как будто ты атлет. радость его. Радость, радость, радость. Я никогда не чувствовал ничего. До этого у меня были чувствования, но сейчас все чувствования, они у него, потому что он сказал, я есть тот, кто я есть, и я все понес на себя. Аллилуйя. И я продолжаю делать то, что я делаю. Я здесь провозглашать Слово Господне. Аминь. Что Он, Господь, исцеляющий нас. Что Он, Господь, целитель наш. Аминь. Он послал Слово, Он сказал Его, и Он исцелил нас. И Иисус совершил это. Он взял боли, Он взял эти болезни. Это было действие, и Он понес это. Когда мы приходим к Господу, когда мы приходим к Отцу, мы приходим к тому, кто уже все совершил. И просим о том, что уже совершено. И мы просим только об одном, высвободи это, так сказать, в нашу реальность. Потому что там оно уже есть. За него уже заплачено. И знаете, чего мы не делаем, столько, сколько должны делать? Мы мало говорим с Ним. Мы не задаем вопросов, хочешь ли ты исцелить этого человека или освободить? Мы не спрашиваем о Божьих временах, сегодня ли это. И здесь я, чтобы высвободить это. Молись через меня за исцеление. Высвободи это, Господь. Высвободи это, Господь. Высвободи. И просто стоять и пребывать с Богом. Мы этого мало делаем. Мы не целители. Он целитель, и Он готов исцелять каждого. Мы можем только говорить, Царство Божье, приди, небеса, придите на землю. И принеси свое исцеление. Вот это ходатайство. Вот это наша часть. Просите об освобождении. Это то, что мы делаем. Мы просим высвободить это в реальность. Мы связываем твердыни, разрушаем. Мы связываем врага в чьей-либо жизни. Мы не отбираем власть у врага, но мы начинаем использовать ту власть, которую Он дал, которая победила и превыше властей любого врага. Потому что это уже совершено там. Аллелуя. Мы не производим это. Не освобождение, не исцеление. Мы высвобождаем его силу. Аллелуя. Поэтому нам надо сошествие Духа Святого. Пятидесятница нам нужна. Нам нужен день Пятидесятницы. Нам нужно время, где мы ожидаем Бога, и Дух Святой будет сходить. Мы должны ожидать Его пришествия. Помните, ученикам было сказано, идите и ожидайте обещанного. Я, знаете, люблю ездить в Израиль только для того, чтобы посидеть на крыше дома в Иерусалиме. Я в Иерусалиме провел какое-то время, много дней. В центре старого города я сидел на крыше дома и ожидал, ожидал Господа. И люди спрашивали, почему ты там сидишь? Потому что в слове написано. Идите и ожидайте. И я думаю, что это хорошее место для ожидания. Супер подходящее место. Я видел, что такое же ожидание может быть успешным в Южной Каролине, в Северной Каролине, в штате Огайо, в Украине, в любых местах. Не только в Иерусалиме. Но вы просто должны быть настроены на одну волну, на один тембр с ним. Позвольте мне вот что сказать. Когда вы идете в тайную комнату и делаете это тайно, там в кладовке закрываетесь или где-то в гардеробной, где-то уединяетесь. Иисус сказал, Отец в это время видит вас. Аллелуя. Аллелуя. Задумайтесь об этом. Иногда мы думаем, что, когда мы на сцене или в передаче людей, что мы на сцене, с микрофоном, впереди куча людей, тогда Он слышит меня. Грой в комнату, закрой в комнату, и Иисус тебя видит. И Отец тогда тебя увидит. И то, что ты делаешь в тайне, Он воздаст явно. Аминь. Делайте в тайне свое ходатайство. Аллелуя. Если вы хотите высвобождение ходатайства, высвобождение помазания, вы должны начать это делать в своей тайной комнате. И потом Господь проявит. Явит это и выведет во свет. Сделает явно. Аминь. Это его работа. И он хорош в этой работе. Это не просто какое-то волшебное слово. Я помню одно время, когда я молился за молодого человека, он получил освобождение. И после того, как все уже оставили помещение, мой наставник говорит мне, итак, Готов ли ты так молиться каждый вечер? Он мне задавал вопрос, ну что, формула есть у тебя волшебная какая-то? И я подумал, почему ты меня это спрашиваешь? Зачем ты задаешь этот вопрос? А он пытался помочь мне. Не застрять. Потому что вы иногда привыкаете, ой, если я вот так помолился, это было успешным, значит, надо молиться так постоянно. Но это неправо. Все основывается на ваших взаимоотношениях с Богом. Позвольте Ему руководить. Пусть Дух Святой направляет вас и ведет. И по-разному это будет каждый раз. Галатия 3, 5, says, When God breathes, miracles happen. И Галатам 3, 5, говорит, Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление веры. Он, Дух Святой, производит чудеса. Иногда просто вам нужно поменять ваши молитвы, стиль ваших молитв. Если вы уже какое-то время, Бог знает сколько, молитесь с одинаковыми предложениями, с одинаковым смыслом, за какие-то одинаковые обстоятельства, может, настало время поменять что-то. Поэтому имейте общение, имейте взаимоотношения с Отцом. И Он будет через Дух Святой направлять вас. И повторюсь о том, что ходатайство, это стояние за кого-то, именно в возношении ходатайства, когда вы между кем-то стоите, в данном случае между Богом и людьми. И Он наш адвокат, который отстаивает наши права перед Богом. Иисус, Он как наш освободитель. И защитник. Он пришел нас защищать. Помните, в книге Иова, там есть такие слова, что когда Иов восклицает и говорит, кто, кто может пройти между нами, стать между нами? Иисус, конечно, только Иисус это может. Иисус может стоять, и Он единственный, кто может выстоять и стоять в защиту вас. Продвигая сфера и плачевая на нашу права. Продвигая сфера, сфера между нами и Богом. Он делает мост между нами и Богом. И Он приносит восстановление между нами и Богом. Восстанавливает взаимоотношения. И разрушает всякую силу врага, все дела врага, которые были в наших жизнях. Так мы должны размышлять с вами каждый день, что благодаря крови пролитой Христа разрушена всякая сила врага, которые атаковали нас всю жизнь. Да, у вас есть работа, вы ходите в школу, учитесь, может быть, бизнесом занимаетесь, и тут вы умираете в конце. И все? Это все, что имеет смысл. Люди периодически сходят от этого с ума, от осознания, что вот это все. Но на самом деле, когда до нас доходит осознание, что есть реальный Бог, то мы понимаем, что вот, благодаря Его крови будет разрушена всякое злое деяние и сила любого врага. Павел, помните, говорит, все это временное. Все это тренировка, все это короткое время. Потому что мы будем жить вечно с Ним в раю. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Я имею в виду, полностью исцеленными путем. Аллилуйя. Аминь? Аминь. Он разрушил этот корабль, и теперь он хочет быть как-то. Он разрушил эту голову врага, снес ее. И он хочет, чтобы мы были. И он хочет, чтобы мы были. And I think he should be the leader, huh? Хочет, чтобы мы были лидерами. Я думаю, что он должен быть лидером. Никто не может занять место этого человека. Каждый хочет быть спасенным. Каждый хочет попасть на небеса. Но не каждый делает его господом своей жизни. А он хочет быть господом, господином вашей жизни. И это не происходит автоматически в вашей жизни. Вы должны сделать его господином вашей жизни. Вы говорите и провозглашаете Господь, я хочу, чтобы ты стал царем, королем, главой и господином моей жизни, моего сердца. Многие люди отдают многие части своей жизни и сердец, но не все, полностью все сердце. А он хочет... Он хочет всех нас. Он хочет не просто ваше сердце, он хочет вашу душу. Он хочет каждую частичку вашей души. Ваш интеллект. Он хочет вашу волю. Он хочет все ваши эмоции. Он хочет полностью это. И все это вы можете дать ему. Когда он говорит, вы можете посвятить это все ему и сказать, Господь, я хочу, чтобы ты был господином. Аллилуйя. Скрипция говорит в Иозае, что нет человека. Нет человека. Писание Висайя говорит, что не было человека такого. Никто, чтобы подчеркнуть. Никто, чтобы быть в месте. кто ходатайствовал. Ходатайствовал. И это говорит, что его собственное... Иозае 59, 16, 16 говорит, что его собственное оружие привезло спасение. Какой беда? Весае 16. Иозае 59 глава, 16 стих говорит, и видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Это пророческое место Аишуа. Рука Божья защитила мышца Господня, как здесь говорится. И отец с сыном имеет этот диалог на небесах. И когда решался, кто же может заступиться, защититься от человека, Иисус сказал, я пойду. И второе Коринфянам, пятая глава, 18-19 стих говорит, «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Второе Коринфянам, 5, 18-19. Бог Христом возвращает нас к себе назад. И другими словами, Христа можно назвать рукой Божией, которая нас возвращает. И мы в жизни используем такое выражение, когда у вас есть кто-то, очень сильный ваш помощник, который вот все-все вам помогает делать. Как мы их часто называем? Вот моя правая рука. В данном случае Иисус Иисус в данном случае это правая рука, которая принесла нам спасение, дает нам спасение. И это не то, о чем он молился, это то, что он совершил. Можете вы себе представить, оставить небеса, оставить трон, на котором он был, оставить трон и сказать, да, пойду, буду страдать, стану человеком и буду страдать за все то, что делает это человечество. Люди могли бы отреагировать так, ну ладно, пусть идет и умирает, подумаешь, появится еще один. Но Бог, Он возлюбил нас. И Он любил нас. Аминь? Он любил нас так, что Он дали нам Иисус. В данном случае люди про человечество бы подумали, что какая разница, убьем этих, появится следующее человечество, неважно. Но Иисус настолько возлюбил и Бог настолько возлюбил людей, что умер за это несовершенное человечество. это очень сильное высказывание, когда Он говорит, я путь, я истина, и я жизнь. Я путь к Отцу. Он пришел сам оттуда, с этой тронной комнаты, и это очень мощно. И то, что я с вами делюсь, поймите, что где бы вы ни служили, в каком бы месте, мы все хотим видеть людей спасаемыми. Правильно? Вот это, то, что я вам рассказываю, это те места Писания, это те вещи, над которыми вам надо размышлять в ходатайстве. Если вы идете в свою тайную комнату, закрываетесь, проводите время с Богом, и вы берете эти места Писания, и начинайте размышлять о том, что Господь, Ты оставил трон, Ты пришел сюда. И вы размышляете над этим, и возносите свои помышления к Нему перед Богом. И вот что происходит, вы выходите из этой комнаты, и, может быть, занимаетесь своей рутиной ежедневно, идете в магазин, что-то покупаете, работаете, и Бог помещает кого-то на вашем пути, который не знает его, Бога. И тогда и вы видите, что человек, который столкнулся с вами, начинает как-то реагировать непонятно, необычным образом. И вы видите, когда начинаете общаться с ним, вы видите, что грешники, что им надо обличение, что им надо спасение, что им нужен Бог. И это происходит, потому что вы провели время в тайной комнате с Богом. вы размышляли над Словом Божьим. Когда вы это совершали, вы высвобождали то, что уже было совершено. И тогда Бог может перевести вам на путь человека, и тот может получить спасение. И я надеюсь, эта идея как бы застрянет в вашем сердце, потому что именно так это работает. Мы сейчас остановимся ради перерывчика.